МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. И удастся ли в ближайшие годы округу уйти от сырьевой зависимости? Об этом и не только рассказал губернатор Ненецкого округа Игорь Кошин в ходе прямой линии, которая прошла сегодня в эфире радиостанции Наринмар-ФМ. Кроме того, жителей округа интересовали вопросы, связанные с благоустройством некоторых улиц города, субсидирование авиаперевозок, тарифы на коммуналку и многое другое. Мария Владимирова остановится на самых значимых моментах прямой линии. Ненецкий округ, несмотря на все экономические сложности, идёт по пути развития. Отчасти на это нацелено трёхлетнее планирование бюджета региона. Сегодня администрация округа внесла главный финансовый документ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в собрании депутатов округа. Возвращение к трёхлетнему планированию бюджета вызвано тем, что экономическая ситуация в стране начала выравниваться и появилась возможность вернуться к среднесрочному планированию. Бюджет очень сложный. Бюджет очень сложный. Практически по всем главным распределительным бюджетным средствам идёт снижение. Что касается приоритетов, то приоритеты очень простые. Образование, здравоохранение, культура, спорт. То есть, по сути, у нас получается бюджет в чистом виде социально. Расходы в проекте бюджета Нейнского округа на 2017 год запланированы на уровне 12,5 миллиардов рублей. Из них львиная доля будет направлена на образование, культуру и спорт – порядка 4 миллиардов. 3,6 миллиарда на здравоохранение и социальную поддержку. Расходная часть региональной казны напрямую зависит от поступающих доходов. Она состоит из трёх основных источников. Один из них – составляющий более трети всех доходов налог на имущество. Далее – доходы от Харьягинского СРП и поступления от части федеральных налогов и сборов. Что касается Харьяги, изначальная смета затрат, которая была утверждена на 2016 год, составила порядка 400 миллионов долларов. Первоначальная схема. Далее, в процессе работы она была уменьшена до 317 миллионов долларов. И была рекомендация, которая по предложению низкоавтономного округа о дальнейшем снижении до 280. Сейчас есть предложение на объединённый комитет о том, что смету затрат на 2016 год утвердить в размере 302 миллионов рублей. Но вот ещё смотрят наши специалисты. И мы ещё будем готовить свои предложения по снижению. Новый оператор уже готовит среднесрочное планирование. И плюс переход на российских подрядчиков, плюс переход на расчёты в рубль. Удаётся оптимизировать смету до 250-260 миллионов долларов. В первой проектировке уже есть. И в этом случае это нам позволит при среднегодовых ценах за 50 долларов, это нам позволит себя чувствовать более или менее спокойно. Перспективы есть и по налогу на имущество. Те инвестиции, которые сегодня вкладывает округ, позволяют с уверенностью строить планы на среднесрочную перспективу. На сегодняшний день инвестиции по сравнению с прошлым годом доходят до 110 миллиардов рублей. Средства колоссальные, поэтому администрация округа проводит работу, нацеленную на то, чтобы вложенные инвестиции работали на жителей Ненецкого округа. Получается, мы имеем огромные инвестиции в территорию округа, но ни компании, зарегистрированные на территории округа, ни наши местные структуры, ни жители округа практически не работают ни в нефтянке, ни в компаниях, которые являются подрядчиками, субподрядчиками компаний Нидропольской, за исключением, допустим, наши уже авиаотряды. Это яркий пример, когда те инвестиции, которые идут в тундру, они частично осваиваются нашим авиаотрядом, что позволяет ему совершенно спокойно предприятию не просто развиваться, но ещё и совместно с округом обновлять парк воздушных судов. Потому что вы прекрасно понимаете, те перевозки, которые осуществляет наш авиаотряд на внутреннем рынке, они для него нулевые практически, а все заработки и доходная часть непосредственно с компанией Нидропольской. Уйти полностью от сырьевой зависимости Ненецкий округ не может, но отчасти компенсировать хотя бы малую часть выпадающих доходов может малый и средний бизнес. Для его развития в настоящий момент делается многое. Накануне прошло открытие регионального центра развития бизнеса. Он позволит оказывать все существующие виды поддержки по принципу одного окна. В состав единого центра вошли фонд поддержки предпринимательства и Ненецкая лизинговая компания. Теперь малый и средний бизнес может получить оперативную помощь в решении возникающих юридических, финансовых и организационных вопросов в одном месте. Кроме того, благодаря созданию в регионе бизнес-инкубатора у предпринимателей появилась возможность на льготных условиях арендовать площади под коммерческий проект. Помещения уже готовы и ждут своих арендаторов. Следующим шагом развития предпринимательства в Ненецком округе станет создание технопарка. Он, в отличие от бизнес-инкубатора, представит собой производственные площади. Его технические возможности помогут предпринимателям начать опытное производство и внедрение разработок для выхода на рынок. Понятно, что мы целиком и полностью никогда не заместим доходы окружного бюджета доходами от предпринимательской деятельности. Но ту задачу, которую я сегодня оставлю своей команде, это решение как минимум и движение в двух направлениях. Это увеличение количества активного предпринимательского класса, потому что у нас есть очень много еще ниш невостребованных. И частичное решение проблем с той же безработицей. И в этом направлении есть уже определенные успехи. Задача номер один. Как можно больше создать на территории нашего округа производственные деятельности. Пусть тот же помидор, выращенный в нашей теплице, по стоимости будет точно такой же, как и привезенный помидор. Но в привезенном помидоре, в его стоимости заложен труд человека, живущего не в округе, а произведенного на территории округа заложен труд, оплата труда человека, который проживает в округе. Несмотря на сложную экономику, отметил Игорь Кошин, Ненецкий округ будет создавать производственные рабочие места, вкладывать средства в экономику и социалку. Успех наш зависит. Сможем ли мы в этих новых экономических условиях, в этих новых водных, не просто выжить, но и адаптироваться. А здесь я просто призываю всех, есть идеи, есть предложения, я открыт. Давайте, пожалуйста, конкретные предложения, что вы считаете, как необходимо что сделать, потому что все в наших руках. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Вадим Новскин, Телеканал Север. Вернемся к теме бюджета Ненецкого округа. Напомню, сегодня проект закона о бюджете, представляющий собой четыре объемные папки с документами, передан в собрание депутатов НАО. Бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов будет сложным. Ожидается существенное снижение расходов и доходов. Такой прогноз на заседание администрации озвучила руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко. Так, в 2017 году расходы уменьшаются на 4 миллиарда 600 миллионов рублей, доходы на 2 миллиарда 900 миллионов. Расходы окружной казны определены с учетом доходной части. В 2017 году расходы планируются на уровне 12,9 миллиардов рублей. В 2018 и 2019 годах снижение продолжится. 11,4 миллиарда и 11,02 миллиарда рублей соответственно. Что касается расходов, хочу сказать, что расходы на содержание органов власти в 2017 году прогнозируются в сумме 1 миллиард 31 миллион 904,1 миллиарда рублей, что составляет 7,8 процентов от налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Установлено при установленном Министерстве финансов нормативе на содержание органов власти 3,8 миллиарда. Доходы бюджета в 2017 году прогнозируются в объеме 12,05 миллиардов рублей. В 2018 и 2019 годах они составят 11,4 миллиарда и 11,02 миллиарда рублей соответственно. Снижается в следующем году и дефицит бюджета с 2,3 миллиарда до почти 804 миллионов рублей. Таким образом, он составит 6,8 процентов от доходов. Это позволит снизить налоговую нагрузку и выполнить нормативы по обслуживанию долга, установленные Минфином. Размер государственного долга на протяжении трех лет составит 4,1 миллиарда. По словам Татьяны Лагвиненко, несмотря на сложные экономические реалии, бюджет останется социально направленным. В приоритетах бюджетной политики останутся здравоохранение, социальная политика, образование, культура и спорт. Сельское хозяйство округа – один из важнейших приоритетов региональной государственной политики. Благодаря мощной поддержке со стороны округа в отрасль пришли инвестиции и новые технологии. Убедительное доказательство – устойчивый рост объемов основных видов продукции – молока и мяса, а также поголовье крупного рогатого скота и оленей. О предварительных итогах работы департамента АПК в ходе пресс-чая рассказал руководитель ведомства Олег Белак. Акцент на инфраструктурные проекты. Первые итоги работы департамента природных ресурсов, экологии и АПК на пресс-конференции подвел руководитель ведомства Олег Белак. В этом году началось строительство фермы на 200 голов Коткина, возводятся производственные помещения в поселке Красное, готова проектно-сметная документация на строительство телятника в Тельвиске. При поддержке округа новые объекты появляются в оленеводческих хозяйствах. Важным направлением в работе департамента стала рыбодобыча. Рост крестьянско-фермерских хозяйств в сфере рыболовства отмечен в этом году в регионе. Это стало следствием работы профильного департамента по легализации рыбодобычи. Одно из последних принятых нововведений – разрешение рыбакам изнести, ловить и продавать рыбу. Решение по этой проблеме предложили председатели колхоза в Северный полюс и Заполярье во время встречи Олега Белака с населением. Они просто предложили людям на период зимы заключать с ними договор и осуществлять легальный лов на тех участках, которые есть у СПК. То есть, это то решение, которое там было принято. Здесь много говорилось сначала о трудностях, а потом сами председатели такое решение предложили, и оно устроило всех. Также рыбаков интересовал вопрос по вылову сёмги. Ответ был однозначным – вылов ценной породы запрещен, как и в Нарейнмаре. Но в столице есть два участка для спортивного и любительского вылова, а на западе округа – нет. Сегодня в департаменте ведётся работа по формированию таких участков. Прежде чем определить их, необходимо выяснить, сколько рыбы водится в округе. Для этого сотрудники Полярного института научных исследований обследуют водоёмы региона. В этом году департамент начал большую работу по очистке береговой линии Печёры. Только на участке Нарейнмар Искателей обнаружено порядка сотни заброшенных плавсредств. Как оказалось, убрать накопленный десятилетиями габаритный мусор не так просто. Здесь вопрос надо рассматривать. Он рассматривается с нескольких сторон. Я имею в виду с правовой стороны даже. Есть бесхозные суда, есть суда, которые имеют хозяина, зарегистрированные в регистре. А есть то, что называется останки, назовём так, каких-либо плавоплавательных средств. Либо кусок баржи или кусок судна, по которому нельзя ни идентифицировать, ни установить принадлежность. В бюджете 2017 года заложены средства на утилизацию. Если средства удастся утвердить, то первый и важный шаг в очистке берегов Печёры будет сделан. Также департамент работает с обращениями граждан по несанкционированным свалкам. За летний период было ликвидировано несколько десятков мест сброса мусора. Что касается сельского хозяйства, то приоритеты здесь не изменились – оленеводство и молочное животноводство. В 2016 году начато строительство фермы на 200 голов Коткина. Возводятся производственные помещения в посёлке Красное. Готова проектно-сметная документация на строительство телятника в Тельвиске. В течение двух лет у нас была очень большая ставка субсидий – 100 рублей на литр молока. И понадобилось в принципе полтора года для того, чтобы людей сподвигнуть, чтобы они поверили и занялись этим проектом. Для нас самое главное – это создать условия понятные и прозрачные, чтобы мы были, скажем так, прогнозируемы в своих действиях теми методами бюджетного регулирования, которые у нас есть. Обновляют производственные мощности и в оленеводческих хозяйствах. Так, СПК «Рассвет Севера» приобрело новый мобильный убойный пункт. Завершается строительство убойного комплекса в СПК «Ижемский оленевод» в районе реки Шапкино. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Роснефть примет решение по проекту Печоры СПГ в Неницком округе в ближайшие месяцы. В данный момент добывающая компания ищет подрядчика для выполнения технико-экономического обоснования по проекту. Он включает в себя подготовку и транспортировку газа с Кумжинского и Коровинского газоконденсатных месторождений до объектов производства сжиженного природного газа или газохимического производства. В Роснефти заявляют, что совокупные запасы Кумжинского и Коровинского месторождения оцениваются в 160 млрд кубометров газа и 3,9 млн тонн газового конденсата. Для расширения ресурсной базы проекта Печоры СПГ Роснефть намеревалась приобрести лицензии на Лаевожский и Ваневийский участки, но проиграла аукцион «Газпрому». Сейчас Роснефть рассматривает вариант строительства предприятия по производству СПГ мощностью 4,3 млн тонн либо газохимического комплекса. Менеджмент компании желает оценить целесообразность строительства СПГ завода на гравитационной платформе в 3-5 км от берега или на плавучей платформе. Кроме того, подрядчик должен предоставить расчеты предполагаемых затрат и графика строительства завода по производству газохимии. 73 года назад в Ненецкий округ пришло телевидение. Это стало возможным благодаря строительству цеха космической связи «Орбита». Первый сигнал получили 30 декабря 1973 года. Непосредственное участие в строительстве принимал Валерий Романов. Своими воспоминаниями он поделился с нашей съемочной группой. В конце 60-х годов прошлого века руководство страны начало реализацию масштабного проекта, цель которого – покрыть сеткой телевизионного вещания всю страну. В каждом регионе Советского Союза начали массовое возведение телевизионных станций. Не исключением стал и Ненецкий округ. Один из строителей телестанции «Орбита», житель Наринмара Валентин Романов отметил свое 75-летие. В гостях у юбиляра побывала наша съемочная группа. Валентин Романов показывает свою фотографию, где он молодой и красивый строит первую телевизионную станцию в селе Тельвиска. Благодаря ему и еще нескольким десяткам рабочим в Ненецком округе удалось открыть окно в новый, незведанный и почти волшебный мир телевидения. Практически, можно сказать, с самого начала, там еще фундаменты делали, да все вот это, под нее, под эту чашку. С начала до самого конца, да, окончания, так сказать, когда запустили. Долго строили? Ну, конечно, долго. Тогда ведь в это время как раз распутиться, не попасть было туда. Когда в Тельвиске начали строить станцию «Орбита», там даже не было электричества. А о телевидении многие даже не слышали. По вечерам по улицам ходили люди с гармошками и смотрели, как возводят большую тарелку. Первый сигнал получили 30 декабря 1973 года. А первую телевизионную передачу транслировали на следующий день. После окончания, значит, что начали завозить сюда, в город, телевизоры, черно-белые еще тогда. Я в числе первых купил, так сказать, ну, там, в ограниченном количестве там завозили. За деньги, соответственно, не то, что там поощрение, а так. Коунара все ходили смотреть, да, телевизоры? Да, ходили, конечно. После завершения строительства телестанции Валентин Романов еще несколько лет проработал сварщиком, а затем решил сменить профессию. Работа сварщика – это трудное и здоровье, потому что все работали, это самое, особенно в участке механизации, когда смотрели, когда работал, да. Под машинами ползают, зима, лето, там, осень, слякоть, все. Машины-то ломаются, где там это самое, свраканет так, что все ослепнешь, пока все это пройдет, пока все это самое ждешь. Надо все бросить, и постепенно, постепенно у меня начали глаза немного тогда слезиться. Вот, и все. И потом думаю, нет, надо что-то, наверное, поменять, мне работа, нахуй, и все. Постолько я природу-то люблю, я думаю, дай-ка я попробую инспекцию рыбоохраны. И он попробовал. Как оказалось, на 20 лет. Именно столько Валентин Идрисович проработал в должности рыбинспектора. Говорит, за два десятка лет в рыбоохране пришлось повидать многое. Случались и курьезные ситуации. У меня в свое время собака была такая, пёс, вот, рыбу искал, дружок. Все уже, весь округ знал, что это самое. Если я подъеду, сам появился, все, тут уже нечего прятать. Тоже приезжаешь, на берегу сидят, допустим, двое, там, твой, у костра-то, подъедешь. Ну как, мужики, рыба, рыбка? Да нет, ну просто приехали отдохнуть. Ну все, отдыхайте тогда, все. Рыбу, рыбы нет на берегу. Да нет, какая рыба. Я говорю, ну ладно, я пройдусь. Ну ничего, ничего, там нет. Я говорю, дружок, рыба. Все, дружок у меня пошел по кустам. Потом слышал, где-то там рычает, что-то мешок тащит. Заднюю кону вытаскиваю из кустов. Подхожу, там, две рыбы, ну все, в основном-то. За добросовестный труд в органах рыбоохраны Валентин Романов был неоднократно награжден. Он имеет множество грамот, дипломов и медалей. Но основной своей заслугой считает большую семью. У него трое детей, семь внуков и правнучка. А что пожелаешь папе? Только здоровья. А больше ничего не надо. Все остальное или нажитое, или поможем. А главное, чтобы было здоровье.